Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 6 декабря. Меня зовут Наконяевич Александр и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события из экономического календаря. Наиболее важное событие сегодня остается в 13.30 по времени GMT. Ряд статистики из Америки. В первую очередь это объем импорта и экспорта, также сальдо торгового баланса. Новости мы ожидаем, что по Америке выйдут сегодня положительные. В 15.00 мы с вами видим тоже достаточно важную новость по Канаде. Это индекс производственной активности от E-Way. И в 21.30 у нас с вами недельный запас нефти от Американского института нефти. Тоже достаточно важное событие. Давайте теперь посмотрим, что на графике происходило вчера. Одни из важных событий, наиболее важных, конечно, нужно стоит обратить внимание на индекс доллара. Индекс доллара за вчерашний день поднялся до уровня 105.40 и сейчас торгуется также близко около этого значения. Мы с вами вчера говорили, что после сильного снижения с уровня практически 115 до уровня 104 мы не видели по индексу доллара какой-либо значимой сильной коррекции. Знапросто падало все это время, хотя мы прогнозировали, что будет все-таки рост. Что ж, можно констатировать сейчас, что действительно восходящая динамика началась. И давайте поставим с вами первую цель. Это рост текущих значений до уровня 107. Думаю, что это просто первая цель, которая очень достижима в рамках вот текущего локального роста. Возможно, что это все перерастет в более глобальный тренд, учитывая, что мы с вами помним, на следующей неделе 13-14 декабря выходят очень важные данные. Это статистика по инфляции и решение ФРС по ставке, которые мы ожидаем, что вызовут еще более сильный рост по индексу доллара по американской валюте. Что ж, если мы с вами прогнозируем рост индекса доллара, соответственно, первый и главный валютный риск это евро-доллар. Мы с вами также вчера близко к американской сессии начали видеть, что евро-доллар начал снижаться. Ну что ж, давайте теперь будем рассматривать его на продажу. Цена находится достаточно высоко. Первые цели по продажу можно поставить 1.0320. Достаточно сильный уровень. Есть высокая вероятность того, что цена к этому значению придет в самом скором времени. Бренд. Мы вчера с вами рассуждали, почему цена будет расти. И действительно, мы вчера увидели, что в период европейской сессии бренд вырос до уровня 88.8840. Но на американской сессии весь рост очень быстро отыгрался сильнейшим падением. Сейчас она торгуется в районе 83. И говорить о росте сейчас не приходится. Цена находится в сильном нисходящем тренде. Поэтому ближайший уровень, до которого цена может дойти и отбиться, это уровень 81, от которого цена в прошлом отбивалась. Но даже от уровня 81, на самом деле, сейчас рассматривать покупки уже достаточно, на мой взгляд, неправильно. Потому что все-таки видно, что рынком очень сильно завладели медведи, которые сейчас рынок тащат вниз. И 81 – это первая цель. Если цена уйдет ниже, мы с вами будем говорить о новых целях. Потому что 81 – пока это наиболее безопасная цель для продаж. S&P 500 на фоне роста индекса доллара тоже показал динамику на снижение. Сейчас котируется в районе 4000. И если мы с вами увидим действительно рост индекса доллара, мы с вами знаем о том, что ФРС будет также повышать процентную ставку. И это будет связано с тем, что будут расти доходности по американским облигациям. Опять-таки, S&P 500 может уйти в нисходящий пике. И первую цель по S&P 500 – давайте с вами поставим 3900. Тоже как наиболее достижимая безопасная цель, куда мы можем в самом скором времени с вами прийти. Ну что ж, ну а это были наиболее важные события на сегодняшний день. Я всем желаю успешной торговли. Заторгуйте, зарабатывайте, Самаркетс. И всего наилучшего. До свидания.